всем привет с вами bassett сегодня посмотрим на новый мод продалер 3 который называется eastern lung в этом моде добавлена новая фракция китай и мы посмотрим один матч с использованием юнитов и способности этой новой фракции в формате ффа на четырех человек всем желаю приятного просмотра и так друзья мы стартуем наш мод с нашей новой фракции вот командный центр китая этой самой новой фракции и давайте представим всех игроков за китай играю непосредственно я вот на этом фланге мой оппонент за советов это ski 571 есть также игрок за японию танк лавдота и последний это дарк нэйдж за альянс все четыре фракции представлены в этом матче карта у нас рок речь это не такое небольшое ну такая небольшая фа карта я бы сказал да здесь на центре есть аэропорт который дает бонусы вашим летательным юнитом и соответственно именно на этой карте мы не тестировать нашу новую фракцию напомню что в этом моде не меняется ничего кроме того что добавили одну новую фракцию в данном случае китай все остальные советы альянса япония играются так как игрались раньше вот они первые солдаты посмотрите замечательные орудия они уже отправляются на какую-то разведку какой из спец юнит какой так сказать юница на питомец у китая у ссср это медведь у альянса собаки у китая это скорее символ американская демократия то боевой орел болин мать ваша посреди полетел за вечер тот орел может кричать и оглушать пехоту он также может при этом атаковать с таким небольшим уроном сверху заклевывая противников но в целом кажется больше нет разведки на этом флаге мой пехота уже избавилась от одной овчарки пока я строю базу базу строятся таким образом они плетают сначала сверху и затем быстренько быстренько собираются на земле и скоро уже появится никакая первая техника вот он китайский завод данный момент смотрите прилетел к объятности коза и убивать нечем потому что пехота не стреляет ставится электрические центры китайские такая интересная лаборатория похоже чем-то на лабора лаборатории юрия которые были во второй части вот и скоро будет еще другие варианты пехоты появляется первое у меня сейчас инферно это такой вот юнит который бьет по воздуху и по земле у него есть и ракеты и можно менять на гатлинг пушку такая знаете дань уважения генералам я бы сказал гатлинг пушку вот я могу сейчас поставить ему вот такая вот вот она ставится классная чем двуголовая обратите внимание и моя пехота двигается пока в небольшую стычку с противником на этом фланге смотрю уже японец не повезло ему с бараками команды сторонянца выезжают на третьих спан который будет становиться скорее всего на водичке здесь пытается просто быстрее хоть командным центром потому что скоро будет вылуплен отсюда зод опускал разложиться это правильно абсолютно иначе зонбы уничтожил эту позицию совет уже активно вышел на третью базу это японец пока наверное самый такой имей а хотя нет у него тоже есть третья база все замечательно все идут на третью локацию альянс чуть позже и китай тоже чуть позже в данном случае но у китая уже есть такая неплохая армия пока просто пехота и командцы скобы ставить уже локацию тут для танка в китае нужно сделать апгрейд на этом заводе он стоит 500 юаней и соответственно скоро будет у меня здесь первые вражеские волнорезы появляются но пехоты довольно много однако в схватку я в не вступаю потому что все-таки немножко побаиваюсь мало ли что кто знает насколько сильны сейчас или слабые тьют эти инферно ставится 3 база понятное дело потому что экономика должна быть большая экономика это хорошо это много чашек рейса кошка жены рожают нефритовый стержень крепче ну и так далее великий си плюс 15 социального рейтинга удар и простые и ван из города тверь радуются этому и поехал команд соторженную 4 локацию командный центр как видите такой простой тип простой такой большущий грузовик с большим смотровым стеклом какой-то знаете особенности дизайна тут нету просто интересный такой вариант добыча продолжается и появляются уже первые танки танки вот так вот у нас формата этот танк самый слабый в игре хочу обратить внимание да у китая к сожалению почему-то станками не повезло несмотря на наследие серии дженерал станки здесь намного слабее в этом моде и к сожалению они проигрывают абсолютно всей другой техники союзников или японии или ссср тем более поэтому танки используются разве что для поддержки у них есть первое орудие основной урон и второе орудие это замедление противника очень неплохой вариант прилетать первый индикатор индикатора сразу сбивают эти инферно просто за секунду его подрывают но бомбочки в танку тоже успел запустить и на альянс я начинаю свое первое наступление у альянса аэродром 3 базы готовы советные там фланги также готовят какую-то первую армию из волнорезов 8 из волнорезов из голиафов и а молотов но японец пока продолжат экспанец и ставит какую-то еще турель себе делает себе транспорт для диверсии и готовит пока тенгу уничтожается при этом нефтевышка противника задевать правда на одного солдата но ничего страшного скоро эта армия будет наносить уже первый удар по позиции противника танки это еще из другого фланга танков довольно много а у меня тем временем уже стоит четвертая китайская база здесь у противника у dark major есть только три волнореза но внутри есть конечно будет подарок начинается схватка с гаттингами гаттинге и работают неплохо танк один замедляет выходят ракетчики ракетчики целятся не с того режима поэтому не стреляют сразу ракетчиков довольно быстро фокусили пехота я связал бы своих супер пушек получается вроде как неплохо и пока отступает назад сейчас альянс у него не хватает сил в этом сражении танки там сзади открытываем по энергостанции небольшой недоконтроль от меня но в целом даже так вроде получается неплохо на этом фланге япония вступает схватка советом какая-то попытка диверсии залетают в комбайнов но особо лица тут нет приезжает командный центр уже смотрите советов совет видишь да как-то тут пахнет жареным невозможно пока не решается переходить в какой-то жесткий штурм пехота тут уничтожается вот и вроде как все обстоит неплохо да совет решил просто уехать в другую сторону он решил не застраивать своего противника потому что у противника и так большие проблемы здесь очень большой удар в то время переезжает на эту локацию ко мне альянс и пытается как-то так же нагадить мне поставить турель и уже ставится моя первая ксинтиан турель и она должна справиться неплохо но ее быстренько в этот индикатор однако она достаточно крепкая появляется первый вертолет это фантом и он стреляет такими ракетами плюс может уходить в краткосрочную невидимость достаточно хороший юнит и вот вместе турели вроде как получается пока отбиваться но скоро будет турель альянса у альянса нет энергии потому что энергию уничтожали мои танковые группы это нападение с двух сторон пока срабатывает очень плохо остается еще одна турель сейчас еще один вертолет на позиции у меня имеется и скорее все здесь я конечно отобиваюсь без больших трудностей стрелять и мы начинаем пуш своего оппонента подлетают в индикатор в индикатор будет конечно обследовать турельку но это неважно на этом фланги танки пытаются уехать домой но пока выше можно забрать пару энергостанций и продолжать свое экономическое развитие большие очень проблем сейчас имеются дарк нейдж у него по сути остается только одна локация добывающая потому что его командный центр вот-вот погибнет и останется еще конечно на база здесь но ситуация у него конечно очень прискорбная там совет тем временем направляется на драку с японию японца уже есть большая группа вертолетов и группа тенгу тоже имеется плюс а база на воде само собой командный центр альянса не удалось ему подраться фантомы уходят на невидимости чтобы опол их не догнал и на этом я уже закрепился точно на свою позицию вот красивый китайский аэродром такой имеется как обратить внимание да вот тут места для авиации которая специализируется на уничтожение вражеских самолетов и энергостанция точно будет потеряна танки мои побитые все вместе с пехоты отступают ну и на этом действительно сражение на этом флаге закончились пока можно отдыхать тем временем совет выдвигается в атаку сейчас у совета армия достаточно большая много молотов и соответственно в этой схватке он должен победить хотя уже есть какие-то цунами и у его противника у японца не знаю хватит этих сил в теории конечно может и хватит но посмотрим на это флаг еще какие-то стычки пехоты танки все это дело давят но недолго они конечно радовались пехота последний этот воин погибает к сожалению ну а скорее всего будет планировать какую-то коварную диверсию сейчас альянсу перехватывают еще дополнительно пост разведывательный и мой командный центр направляется дальше в атаку за китай можно также неплохо фотонить как вы понимаете да потому что у него турели хотя и послабее наверно будут чем турели советские но тем не менее тоже эффективны появляется внизу первая авиация вот находятся замечательные эти истребители амонт такие вот классные очень эффективные на самом деле психи не классно стреляют по противнику своими лазерными штучками да вот они пошли эти лазерные пушки из антиматерии и сбивают они первого пола он ходит назад на этом фланге готовится очень масштабная битва японии и советов советы сейчас отходят назад тут явно меньше всего имеется сил у фиолетова ему нужно скорее всего не драться здесь это не очень хорошая идея плюс у него там какая-то диверсия нет это просто какой-то призывник предатель оказался неожиданно но да японская рассчитана больше однако у него как-то вертолеты идут вперед это плохая на самом деле ошибка но ничего страшного и на японцы нападаете временем яма и вертолет абсолют его верфь и я готовлюсь к серьезной диверсии на эту базу хочется мне перехватить конечно и получить контроль над морем соответственно ставится турель дополнительно но и вертолеты и без строили справляются весьма неплохо достаточно большой урон и это самое главное танки также патрулируют в этой энергостанции чтобы меня не пробили ну вот и на этом фланге японец хоть и одержал победу казалось бы заставил противника продать свой командный центр все-таки он тоже потерял довольно много особенно учитывая что он отдал одну еще базу при этом у совета правда так не осталось нас это будет экран будет тесла какая-то и есть еще надежда несколько надежда на японец штурмует очень сильно позиции сейчас мы истребители еще для себя какую-то цель цель пока найти не могут конечно никакую нужно наверно уходить отсюда вон там есть парочка мигов но мы не пересекаемся ну а совет естественно теперь терпит поражение от японии ему нужно срочно как-то эту роль все-таки достроить попытаться отбиться нужно очень сильно постараться чтобы сделать танки подъезжают не было электроэнергии ты не достроилась пока этот завод ну и большие проблемы однако начинается моя контратака на японца да я смогу установить что у сайта большие проблемы что логично мне сейчас атаковать именно японию и тем самым сбалансировать ситуацию но однако японец будет продолжать давить совету с эта ситуация будет все хуже и хуже потому что обратить внимание у совета уничтожили забот он больше не строится командный центр соответствует больше не сможет строиться принципе здесь начинается битва с тенгу тенгу явно не фавориты в этом воздушном сражении появляются десанты из солдат черной стали это технические китайские ракетчики которые очень больно бьют по постройкам тенгу пока не могут никак нарваться 10 посражаться вертолеты отключают энергию противника да таким образом я смогу обездвижить его производства на какое-то время хороший план так бы не могут справиться с моей авиации сейчас однако там самурай перерубили моих ракетчиков это конечно немножко стабилизирует ситуацию для японии но японец продолжает терять свои генераторы что естественно очень неприятно в этой ситуации ну и скоро будет терять кит комбайны при то меня бомбит в индикаторами постоянно мой противник альянс сейчас и миги вот подлетает немножко севернее миги пока не знаю куда пойти естественно японец был вынужден пощадить совета с другой стороны совет кроме пехоты уже ничего строить и не может поэтому такое на этом флаге миги вступает схватку но пока ее не выигрывают миги в итоге уходит просто домой куда-то назад здесь продается одна база японца на этом фланге мне танки по-прежнему стоят появляются дополнительные инферно сейчас для прикрытия с воздуха точнее от воздуха ну а у даркнейджа появляется команда центра и знаешь возможность построить новую базу здесь какие-то у него индикаторы apollo пытается бомбить пока не очень удачно ну и последние генераторы в итоге погибают противника слушайте реально очень хорошие ветолеты на самом деле есть так задуматься да потому что есть невидимость которая позволяет им уходить от преследования случае чего ну и конечно сами по себе они весьма эффективно и по урону пытается сейчас отстроиться теперь японии сему это надо делать довольно быстро постараться поскорее все это придумать и сделать открывается огонь час по его комбайном комбайны достаточно неэффективны понятное дело у них нет какой-то защиты против пупо как в ремикс моде и соответственно типа возрасте просто теряется еще одна база японцы японцы остается буквально на одной локации это конечно очень неприятно для японцы я полагаю миги летают ищут себе какую-то цель здесь медведь купается едет голиаф ребята начинают вот но он делать какую-то небольшую коалицию против меня потому что войск китай остается больше всего появляется уже верфи появляются первые вайперы вайперы это такие судна которые являются амфибиями и они могут одновременно телепортироваться и также двигаться соответственно с большой скоростью в целом есть вот такие очень лунги хорошие пво корабли в основном сколько я помню вот плюс они могут отключать авиацию или просто стрелять ракетами ну и соответственно это пока все что 2 которыми имеется ставится у меня кран так вот выглядит кран виде такого интересного дракончика как вам друзья вот такой дракончик здесь китайский достаточно мне кажется интересное отображение у него ну и собственно такая вот позиция на этом фланге здесь двигается какая-то армия противника двигается мы также моя танковая группировка и пока это все обычные простые танки сбиваются миги противника несколько из них было уничтожено пока у меня еще нету т3 для т3 нужно поставить лабораторию и она у меня скоро будет строиться как раз и для т3 нужно чтобы ваш командный центр был развернутом состоянии да не очень хорошие на самом деле и технологии у китая начинается атака на силу противника на силы сейчас альянса альянс вот эту бритву вроде как проигрывает но часть танков стреляет по стенам не знаю почему какая тут у них такая проблема с этим но тем не менее это точно думаю четкая победа для китая и 50 центовая армия уже пишет комментарии про город тверь удар и великого си само собой но и в целом цвет на ситуация такого что пока что я побеждаю и каких-то сил партненьки предоставить в ответ не могут но это пока всегда конечно вопрос времени как вы понимаете да все может поменяться в любую секунду если противники обвиняться и будут действовать сообща пока конечно меньше всего силы имеется у соответственно даркнейджа у которого только одна база даже он строит криокоптер и пытается как-то меня напрягать подходят давай при подходит моя авиация двигаются танки танков все больше и больше становится и появляются уже первые тагер лорды это местные оверлорды как из соответственно генералов это т3 танк который имеется несколько режимов атаки в него есть и мп снаряд который ими снаряда который отключает технику и в принципе также просто большой обычный урон хороший тяжелый танк в целом эффективен в один-один сватках в основном вот и действительно весьма весьма неплохой но нужно держать его под прикрытием другой армии начинается наступление вертолетов вертолеты выпиливают эту локацию на отличие от карателя эти вертолеты бьют побольнее там есть прикрытие свайперами на естественно водички и и darknage теряет еще базу сейчас это все плохо для него и появляется мой первый авианосец авианосцы у тая особый они летают да вот так вот прекрасный авианос который нас ретрибьюшн возмездие и эти авианосцы крайне крайне эффективны двигается там какая-то группа тенгу тенгу сейчас будет пытаться пойти на перехват моих сил возможно не убивать они вот это начинается воздушная схватка не очень хорошая для меня но все-таки самолетов у меня мне кажется будет немного побольше чем вражеских тенгу и действительно проигрывает этом сражении империя восходящее солнце отступает назад мой противник и пока это отступление было не самым удачным уходят они на свою базу и после уже хорошая такая армада тут войско собралась в основном это конечно пехота есть какая-то артиллерия совет к сожалению ничего кроме пехоту строить не может поэтому он собрал уже себе титаническую армию тесла трупперов и флаг трупперов но все-таки все эти силы по отдельности еще представляют большую угрозу для меня если будут бить в разные стороны я думаю такого них план имеется двигаются ракетчики с миротворцем будут пытаться забрать мой генератор и добычные там фланги здесь начинается десант тесла трупперов как попытка атаки была от совета да но к сожалению всех просто перерубили катанами и эта атака провалилась полностью альянс пытается захватить мою энергостанцию уничтожаются индикаторы которые тут были последние есть один ракетчик есть миротворцы целится конечно вверх то дружок но слишком много ракет слишком высеком антиматерии он отправляется и вся эта пехотная группа погибает но хотя бы на время деактивировали часть моей экономики вместе с авианосцами нужно теперь вести свое нападение на советов со это просто гигантская армия флаг трупперов и теста трупперов с такими драться очень страшно у китая не так много противопехотных юнитов хороших да поэтому действительно пехота против китая работает великолепно но соответственно было бы неплохо построить парочку невозможно ястребов орлов но даже так я думаю можно и подраться у альянса база уже находится на воде достаточно слабенькая база как вы понимаете она мало что может сделать но если он будет оставить флоту еще сможет нанести удар мне подводными лодками неподводными лодками точнее эсминцами у альянс подобных лодок нет как таковых двигается большая пехотная группировка сейчас два big flop и вместе с остальной группой тесла трупперов и вот такая вот большая китайская воздушная армия уже готова нанести свой удар есть авианосцы они направляются в атаку сейчас на позицию альянса альянса есть конечно прикрытие в виде гидрофойлов они достаточно эффективны здесь ставятся дополнительные тройли для защиты на всякий пожарный и уже очередная база моего командования пехота не решается пойти в атаку понятное дело слишком это рискованно есть там прикрытие виде парочки голиафов с ними лучше не драться особо здание с пехотой противника уничтожается но урок конечно большой от этих голиафов однако эти вертолеты достаточно быстро чтобы их догонять и действительно получается подраться очень весомо и эффективно хотя сейчас самолетов падают но хотя бы одна добывающая база у противника была уничтожена авианосцы правда попадает под обстрел сейчас со стороны darkneige он открывает огонь по ним своими гидрофойлами они уничтожаются и это большая печаль конечно для меня потому что с этими вертолетами драться уже не получится они некоторые пытаются уйти в невидимость но довольно поздно почти все погибают и вся моя воздушная армия рассыпается просто мгновение ока да вот про это я и говорил вот объединились противники против китая команд-центр мой фокусится здесь приезжает тэнгу чтобы его уничтожить успел команд-центр задавить парочку тэнгу но тоже погибает и меня сейчас развалили на двух флангах это большая печаль здесь конечно тоже еще потянет время враг замаскировался под мой командный центр и пытается ехать отсюда чтобы потом насадить сюда своих танк бастеров и перейти в новую диверсию удар не только одна база у него фактически нет какого-то хорошего флота вот но понятное дело что благодаря хорошим разменам которые у него были здесь он теперь может как-то попытаться перейти в да в контратаку авианосцы пытаются добраться до противника не очень эффективны против такого сбивается еще один истребитель но вот здесь будет скоро база и первые уже неплохие корабли с моей стороны как вариант да и строится для этого не вот такие вот подводные лодки подводные лодки китая могут всплывать и воевать с вражеской авиации землей ну и в целом это он неплохой корабль вайпер один подходит что помочь у вайпера есть и торпеда и обычная пушка достаточно неплохой только юнит на воде практически гидрофойл только чуть мощнее на это флаге три медведя ожидают своего часа а тут уже двигается моя большая наземная армия виде кучи танков кучи и пехоты которые эти танки прикрывает и эта армия должна дать хороший потенциально бой противникам если конечно будет на то воля императора императора ну может императора может быть и воля партии смотря какой китай здесь отражается двигается слева комбайн который естественно не является комбайном а просто японский диверсант они заходят в это здание и теперь будет не просто отсюда выбить надо подводить пехоту пехота конечно открывает огонь достаточно больно но и пехота это не так уж эффективно как хотелось бы и скорее всего да но десантируются капсулы сейчас со солдатами на черной стали они открывают огонь по зданию по зданию они бьют довольно больно поэтому они быстро смогут его искоренить фишкой китайской пехоты потому что выстрел их солдаты убивают пехоту внутри поэтому пехота если это китайская наверное справляется лучше всего с такими зданиями начинается атака здесь на совета устает слишком большая армия и даже такая танковая китайская армада с ним не справится но лучше отступать назад и тс-а-труперы прогоняют всю эту группировку один солдат и ему не повезло немножко он пошел куда-то слишком далеко dark ней же уже готова вторая база есть первые дельфины но теперь ему придется драться с кучей подводных лодок на этом флаге и поиск продолжает атаковать мои локации и вытеснять меня шаг за шагом двигается сейчас сюда еще большая очень пехотная армия ребята действительно уже действует в коалиции против меня три старой фракции против одной новой и пока получать неплохо потому что я вот-вот потеряю еще одну новую базу торгут пытается отстреливаться но 1 тролль к сожалению не справится понятное дело плюс противники японцы еще довольно хорошо микрит уводит равных темп и по примеру одного спас но базу точно заберет на этом флаге подводной лодки выплывают в атаку они также всплывают чтобы атаковать у них достаточно средненький такой урон но пока что альянс неплохо кантрит их своими гидрофоидами сбрасывается антиматерия пушка антиматериальная не знаю в общем такая да против материальных ценностей видимо скрепы попадали с неба эта пушка наносит урон за спецспособность китая неплохой такой довольно был взрыв сейчас но враг отошел почти всеми юнитами и здесь и из-за количества несмотря на количество точнее гидрофойлов не хватает контры к этим подводным лодкам и подводной лодке просто сейчас будет забирать доки альянса альянс вынужден выйти на сушу сейчас на при этом нападает при этом сюда еще на альянс на этом фланге да и сейчас будет очень красивый перехват от красиво совет перехватил базу дарк нейджа это серьезно дарк нейдж остается меньше и меньше сил фактически потерял все свои постройки кроме соответственно своей собственно базы которая может где-то строить а строить там просто негде и теперь я господствую на море у китая очень у японии еще довольно много сил имеется у него очень большая группа тенгу моя авиация с такие с такими силами конечно вряд ли справиться несмотря то что мне тоже довольно много истребителей до тенгу летят на них начинается воздушная схватка в этот раз тенгу с масками тенгу довольно эффективно в таком большом количестве и конечно сейчас мои истребители потерпели поражение действительно это большая победа на японии и может двигаться в атаку дальше авианосцы какие-то здесь были у меня они тоже попадают под обстел гидрофойлов и в итоге уничтожаются в воздухе пока неплохо альянс действует против меня но а собственно действительно перехватывает сейчас командный центр который был альянс альянс пытался эвакуироваться к империалистам из японии но совет его быстренько останавливает и просит заплатить пошлину за перемещение и похоже скорее всего да что здесь все хочется очень печально для альянса его начинают фокусить и да это конец то есть нашего зеленого игрока просто тесла тропера уничтожают молниями и dark match терпит поражение его флот естественно разваливается как у него там плавал еще в море здесь база альянса была найдена вайперами и база уничтожается у японца высаживается красиво то подходит первый боевой корабль сейчас и будет этот линкор открывать огонь по ним быстро пошел хороший такой довольно запаса супер орудия субглавной пушки линкора и вся пехота японский диверсантов уничтожено и доки живут с этим кораблем можно очень легко драться любыми силами противников совет начинает просто колоссальное наступление на позиции японии сейчас он решил все таки что лучше объединиться с коммунистическим китаем и придать капиталистов и пытается сейчас уничтожить то что есть у японцы японцы естественно драться особо нечем ну кроме артиллерии и стен потенциально да в итоге японцы так или иначе все равно теряется одну из своих бас это огромная пехотная армада продолжает уничтожать силы других фракций на карте пошел тут один этот транспортник который правит разведку выходит еще одна при этом час артиллерии остается стена на всякий пожарный против пехоты ну а мой флот постепенно плывет уже и на позиции противников два боевых корабля готовы санву как так не читаются прикольная анимация звука кит залпы тоже лазерный какой-то пушкой не знаю плазмой что-то подобное нам стреляют в общем на пошли хорошие залпы сейчас по этому зданию она очищается в принципе без проблем теперь на стать по нефтевышки на этом фланге последняя моя пехота не пехота точнее танки выдвигаются в атаку сейчас это основном тигры большие тагер лорды и обычная пехота нефтевышка в итоге уничтожена то есть подводные лодки могут запускать такие вот классные торпеды как вы видите да то есть подводная лодка является одновременно и небольшой артиллерией и при этом собственно подводная лодка поэтому такая вот комбинация очень даже эффективно как вы понимаете но радиусу это подводные лодки не очень большой ски решает продавать свои базы на этом фланге просто понимаю что его армию тут уничтожили он пытался прорваться и просто проиграл и сдается в итоге потому что не получилось его буквально убили за пару залпов артиллерии он просто понимаешь что строится уже нет возможности пора сдаваться осталась битва японии против соответственно китая у японца три база он будет как-то еще пытаться сопротивляться очевидно но шансов на хорошее сопротивление у него очень мало потому что двигается мой флот японец выходит чтобы забрать доки это хорошая идея понятно можно лишить меня производства мужских ивентов но с другой стороны не так важно пошли залпы сейчас кораблей залпы хорошие так от отходит сейчас эти артиллерия противника но запасит на попадают весьма неплохо они еще разрываются дополнительные выставки супер выстрел на супер выстрел просто уничтожает сразу несколько этих зениток японии и вся эта артиллерия японская оказывается абсолютно бесполезно в этом столкновении с морскими силами китая пошли торпеды сейчас точнее ракеты от подводных лодок до ракеты достаточно хорошие уничтожают они могли бы уничтожить точнее что то тут что было но ничего не было и полностью расступает на свою локацию будет как-то жить там и обороняться уже с чем придется пошли при этом залп уже с этих баттлшипов и по добыче противника подъезжает еще один вайпер на разведку и и пользу меньше и меньшим вас уже начинает иметь это конечно весьма печально для него особенно в будущем до обозримом аэродромы также готовы сейчас но пока просто начинается медленная осада японца он еще может лежать победу есть когда справится еще выстрел просто те интиматор пушка хороший довольно залп проходит у японца куча турели потому что он понимает что скорее всего уже избавиться от китая в равном сражении получится но может быть какой-то плохой размен и все еще можно будет исправить потому что деньги у меня тоже кончаются хотя я уже предусмотрительно выхожу на новый экспант слева снизу танки двигаются сейчас довольно большая группа тигров и пехоты пошли залпы сейчас потому что осталось тенгу вылетают куда-то тенгу видимо решили подраться в другом месте решает не сталкиваться со мной сейчас полетела также эскадрилья японских амикадзе сейчас они может быть даже смогут попасть в одну субмарину дать сильно получилось ну а танки уже выдвигаются финальную схватку здесь пытаясь я как-то остановить противника своими с истребителями следить начиная свое сражение степите отрасли немножко побольше и враг не покусить своими тенгу мою авиацию как-то вроде получается очень даже неплохо подраться здесь да по моему все-таки авиация китая немножечко имбаи намного сильнее чем тенгу которые имеются в японии японская воздушная армия была только что полностью уничтожена здесь начинается уже и танковое наступление танки открывают огонь по вражеским турелям пехота двигается начинается десантная капсула сейчас воинов черной стали это очень хороший штурм позиции японии турели правда японца остается довольно много и в целом у него тоже получается кажется немножко отбиваться здесь несмотря даже на то что каждое наступление было таким суровым танки как видите бьют не так то больно как хотелось бы да вроде такие большие шарики взрываются но на самом деле какого-то эффекта серьезного нет как вы видите это грустно но ничего страшного двигается пехота сейчас пехота немножко пытается отступить назад и быстренько эту пехоту давят до пошли залпы сейчас авианосов уничтожается еще этот рефайнери сейчас да ну и в целом сил довольно много остается у японии как бы до оборонительных всяких структур артиллерии но все это уже не важно потому что япония просто теряет свои базы воздушные авианосцы китая уничтожают его командный центр он пытается как-то еще вернуться сейчас ну как видите общее впечатление фракции китай такое китай сильно проигрывает сушу это прям заметно на самом деле потому что танки китая довольно слабенький в целом даже комбайны могут расстреливать как видите достаточно очень больно они неплохо замедляют технику противника но в целом как вы понимаете толку от них довольно мало но при этом китай довольно сильно выиграет воздух у других фракций особенно у японии до воздухе по не сильно проигрывает и в целом достаточно также мощный флот имеется у этой поднебесной империи и поэтому самое логичное при игре за китай это выходить либо во флот либо в хорошую авиацию с там с небольшим прикрытием также можно повторять комбинацию советов в этом случае это комбинация не гляфы каратели а комбинация инферно и фантомы то есть вертолеты и вот эти вот машины с ракетами которые мы видели на старте матча из гатлинг пушками все что теперь есть у японии от какие-то последние силы сухопутные несколько турелей но авианосов поднебесной уже слишком много просто уничтожаются эти энергостанции авианосами кстати очень больно ты одно из вот сильнейших орудий китая который имеется и контрить его тоже очень тяжело как вы понимаете да потому что авианос быстренько довольно фокусе от вражескую технику но от выставов авианосов можно уворачиваться поэтому китай не настолько жесткий с ними на если бы это было к теме ракета это было наверное еще круче да и в итоге и поиск пытается как-то сопротивляться вам пытается еще уехать своим транспортом куда-то в диверсию непонятную но в целом в общем и целом конечно это уже тщетное сопротивление потому что его обстреливают все эти авианосцы теряет энергостанцию за энергостанцию таки турели перестают работать и последние силы японии уже там поняла что нужно продавать здание сопротивление бесполезно и вот так вот китай одержал победу в этом матче последняя база в японце остается он тоже таки продается и вот так вот и вот смотрите какая замечательная заставка есть при победе или просто при окончании игры у китая китайский солдат на китайской стене своим автоматом фирменным так вот был у нас сегодня матч друзья да в целом достаточно простой я думаю что принципе я показал практически все особенности фракции если вы хотите посмотреть на супероружие китая хотя не рекомендую смотреть на супероружие вообще с ним сталкиваться я вот только сам недавно выздоровел но в целом если вы хотите продолжение по этому моду если хотите увидеть еще какие-то видео обязательно пишите комментарии ставьте лайки и по вашей реакции я посмотрю и буду принимать решение о продолжении на этом друзья сегодня все всем большое спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки писать комментарии желаю вам всего хорошего и до скорых встреч